Глава 10. Инсульт. Эффективность лечения в официальной медицине 8%. Уточнение. Купировать приступ, то есть спасти человека от неминуемой смерти, удается в 60% случаев. Правда, при строго своевременном обращении, что само по себе редкость, а вот полностью поставить его в строй, устранив все последствия, это, к сожалению, лишь 8%. Эффективность лечения по методу Смолякова 75%. Дополнение. Что касается профилактики, то здесь наблюдается 100% эффективность. За все время 10-летней практики ни у одного человека, прошедшего процедуру коррекции Атланта, после процедуры не было ни одного инсульта, либо даже микроинсульта. Если сказать простыми словами, то инсульт – это отмирание различных участков головного мозга. Существует два вида инсультов – это геморрагический и ишемический. Геморрагический инсульт – это когда в голове лопнул кровеносный сосуд, то есть произошло кровоизлияние, и эта кровь, которая вылилась во внутричерепное пространство, она сдавила какой-то участок мозга, пережав в нем мелкие капилляры и лишив его питания, вследствие чего этот участок мозга отмер. Ишемический инсульт – это когда произошла по каким-либо причинам закупорка мелкого капилляра, питающего какой-либо участок мозга, и лишила его кислорода и питания, вследствие чего этот участок мозга умер. Это медицинская классификация. На мой же взгляд, это всегда ишемический инсульт. Ишемия – это уменьшение кровоснабжения участка тела, органа или ткани, вследствие ослабления или прекращения притока артериальной крови. И это ослабление притока крови может быть либо следствием гематомы, кровоизлияния и сдавливания, геморрагический инсульт, либо вследствие закупорки или любого другого нарушения работы сосудов мозга, собственно, ишемический инсульт. От чего же возникает инсульт? Согласно официальной медицине, люди, подверженные инсульту, это люди с лишним весом, малоподвижным образом жизни, сахарным диабетом, высоким содержанием холестерина в крови, с вредными привычками, курением, наркоманией, алкоголизм и различными заболеваниями сосудов. Да, я согласен с тем, что все эти случаи являются факторами риска. Но я не согласен, что это причина инсульта. Если бы это были причины инсульта, то у всех людей, имеющих лишний вес, рано или поздно должен был бы случиться инсульт. Однако это не так. У одного человека, имеющего лишний вес, рано или поздно инсульт случается, у других же напротив. Даже имея лишний вес, человек может прожить долгую жизнь и так и никогда не столкнуться с такой проблемой здоровья, как инсульт. Я не буду описывать здесь признаки инсульта, диагностику и так далее. Все эти сведения в изобилии вы найдете в интернете. Я лишь хочу рассказать вам об истинной причине инсультов и предложить альтернативный и наиболее эффективный метод решения этой проблемы. Так в чем же истинная проблема возникновения инсультов? Основным фактором происхождения инсультов является медицинское лечение. Это довольно критичное высказывание в адрес нашей медицины. Поэтому давайте здесь более подробно рассмотрим, как же это происходит, и приведем несколько фактов, которые вы сами сможете проверить. Любой медик знает, что проблема инсультов – это прежде всего проблема с сосудами и питанием головного мозга. Чаще всего человек в начале зарождения этой проблемы обращается к невропатологу по поводу различных головных болей либо головокружения. Если человек прошел этап лечения головных болей с помощью обезболивающих, рано или поздно врач назначит ему препараты, улучшающие или, правильно сказать, усиливающие мозговое кровообращение. А теперь, друзья мои, посмотрим на это с другой стороны. Посмотрим, что происходит в организме человека, когда у него болит голова. Я уже рассматривал вопрос головных болей в предыдущих главах «Смотри голову головная боль». Поэтому лишь кратко упомяну здесь, что одной из главных причин головной боли является смещение атланта – первошейного позвонка, вследствие чего у человека может быть нарушен отток жидкости из головы и присутствовать повышенное внутричерепное давление. А теперь смоделируем всю цепочку развития клинических событий. Первое. У человека смещен атлант и плохой отток жидкости из головы. Снижен венозный кровоток. Снижена скорость кровотока сосудов шеи. Второе. Из-за этого у него часто повышается внутричерепное давление. Третье. Из-за этого у него болит голова и существуют различные жалобы по здоровью. Четвертое. Он обращается к невропатологу и невропатолог назначает ему обезболивающие, а затем и сосудистые препараты, усиливающие мозговое кровообращение. Пятое. В один из дней у человека заболела голова вследствие повышения внутричерепного давления. Шестое. Чтобы справиться с этим, человек принимает назначенные врачом сосудистые препараты, от чего его давление еще больше увеличивается. Седьмое. Его критическая черта пройдена и происходит инсульт. Наше тело обладает довольно большим запасом прочности. И, возможно, если бы он не принял сосудистый препарат, его организм смог бы как-то справиться с этой ситуацией. Да, у него дико болела бы голова, но он бы не умер и не пострадал настолько, что стал инвалидом. Но когда? Его организм на пределе борьбы с болезнью. И именно в этот момент его самым коварным образом добивают такого рода химическим вмешательством. Естественно, что он не выдерживает и происходит взлом и сбой защитной системы тела. Все это может показаться слишком уж фантастическим сюжетом. И если это правда, то это довольно печальная картина современной медицины. Если вы не верите мне, проведите такой эксперимент. Добудьте любым способом медицинскую карточку какого-нибудь больного с инсультом. И если вы пролистаете ее внимательно, вы обнаружите доказательства правдивости моей теории. В этой карте вы обнаружите ту же самую последовательность, что у человека болела голова, потом он обратился к невроботологу, потом ему назначили обезболивающие, позже сосудистые препараты, а потом у него случился инсульт. Все это будет тщательно отражено в этой карте. Это, друзья мои, хороший материал для прокуратуры. И если кто-то из вас или ваших родственников пострадал от инсульта, что ж, теперь вы знаете, кто в этом виноват и как это доказать в суде. Думаю, было бы неплохо некоторым преступникам в белых халатах ответить за свои злодеяния, а нам пора взять ответственность за свое здоровье и своих близких. Все это выглядит весьма трагично, если бы у нас не было решения. За 10 лет практики ни у одного из моих клиентов, прошедших процедуру, не случилось ни одного инсульта. Поэтому я, друзья мои, безо всякой корысти и самых добрых побуждений настоятельно рекомендую вам пройти процедуру коррекции первого шейного позвонка по моей методике. В особенности, если у вас есть предрасположенность к инсульту или вы находитесь в группе риска с прогнозируемыми сосудистыми нарушениями. Повторюсь, когда у человека первый позвонок находится на месте, у него просто физически не может случиться инсульт. Это возможно, потому что каналы сообщений головы с телом работают правильно, жидкость перетекает свободно и не задерживается никакими барьерами. Условия современной жизни постоянно подвергают нас различным испытаниям, и давление часто прыгает из-за внешних и внутренних изменений среды. Но даже если давление внутри головы поднялось, а голова и тело – это сообщающиеся сосуды, то оно обязательно скомпенсируется сосудами остальных частей тела. Еще раз повторю. Если давление внутри черепа превысило допустимую норму, это давление по сосудам обязательно перераспределится в остальную часть тела. Наш организм эволюционно спроектирован таким образом, что он может выдерживать колоссальные нагрузки, в том числе и давление внутри и снаружи организма. Но это возможно только при условии, что ваш первый позвонок находится на своем природном месте. Поэтому даже если вы прямо сейчас здоровы, но у вас обнаружен подвырех первого шейного позвонка, обязательно исправьте это. Ведь гораздо интереснее сохранять физическую активность до старости, чем лежать парализованным в кровати с надеждой, что кто-то вынесет твой горшок. И еще одна поучительная история из жизни. Я был в командировке в городе Якутске, и ко мне пришла женщина с мужем на диагностику. Женщина хотела сделать, а муж был настроен довольно консервативно и не верил во всех этих целителей, он просто пришел за компанию с женой. Я посмотрел во время диагностики на обоих и обнаружил у мужа довольно большую угрозу приближающегося инсульта. Женщине тоже надо было делать процедуру, но скорее как профилактику. А вот ее мужа была критическая ситуация, хотя он ничего и не чувствовал. И тут я совершил ошибку, я стал очень сильно уговаривать его сделать коррекцию положения первого позвонка, а он воспринял это как мое горячее желание заработать. И чем сильнее я уговаривал его, тем сильнее он сопротивлялся, не доверяя мне и моим утверждениям, считая, что я просто запугиваю его, как это любят делать врачи. В итоге она сделала процедуру, а он нет. Спустя три месяца я приехал повторно в Якутск, чтобы проверить тех людей, кому была сделана процедура, и узнать, какие у них успехи и достижения в здоровье. Там была эта женщина, и у нее было все хорошо. Так как я хорошо запомнил их пару, потому что горячо спорим с ее мужем, я спросил, а где он и как его дела? И тут она со слезами на глазах поведала мне о том, что спустя буквально две недели после моего отъезда у мужа случился обширнейший инсульт. И сейчас он лежит, не может самостоятельно вставать с кровати, не может говорить и не может вообще полноценно обслуживать даже себя. И лишь мычит что-то невнятное и постоянно плачет. Я помню, как это очень сильно расстроило меня, ведь я не помог ему, хотя это было в моих силах. А теперь уже поздно что-либо делать. Я бы очень не хотел повторения подобных историй, поэтому я хочу, чтобы вы осознали всю глубину и трагичность этого случая, взяли ответственность за свое здоровье и не допустили подобных ситуаций у себя и своих родных. Субтитры создавал DimaTorzok